книга открытым оком том 4 вопрос 1291 тема христос бог и человек апостол павел говорит 1 коринфянам 7 глава 25 стих не имею повеления господня а даю совет как получивший от господа милость быть ему верным значит ли это что апостол павел здесь говорит от своего ума а не от духа святого отвечает игнар тихоныч лапкин по велением господнем апостол называет заповедь относительно семейной жизни но для себя он уже решил что одному все-таки лучше спасаться с подручней больше свободного времени и меньше скорбей речь идет совершенно не о монашестве о котором нет ни одного слова в писании а только о том чтобы быть верным богу свободным угождать только господу а это есть великий дар его соответствует и другим этот и он советует и другим этот путь избрать и это от своего опыта первое послание коринфянам седьмая глава с 32 по 35 стихи и 40 а я хочу чтобы вы были без забот неженатый заботиться о господнем как угодить и господу а женатый заботиться о мирском как угодить жене есть разность между замужнюю девицу незамужняя заботиться о господне как угодить их господу чтобы быть святою и телом и духом а замужняя заботиться о мирском как угодить мужу говорю это для вашей же пользы не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. Но она блажение, если останется так, по моему совету, одумаю, и я имею Духа Божия. Апостол Павел имел близких, женатых друзей среди апостолов. 1 Коринфянам 9.5 Или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы и братья Господни Екифа. Он жалел семейных, предвидя, какие могут быть скорби на их пути, которых у одинокого нет. 1 Коринфянам 7.28 Впрочем, если и женишься, не согрешишь, и если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Насколько труднее бежать со связанными ногами, настолько труднее спасаться семейному, говорят мудрецы. Некоторые же пытались безбрачия возвести в закон, как заповедь от Господа, говоря, что женатым и не спастись. Церковь прокляла такое учение, ибо брак освящен Богом, а апостол Павел называет такое учение бесовским. 1 Тимофею 4.1 2 Тимофею 5.1 2 Тимофею 5.1 2 Тимофею 5.2